Здравствуйте, друзья! Получил я стабилизатор для стабилизаторов. А давайте-ка мы с вами его рассмотрим. Насколько эта вещь нам нужная, удобная или не очень. Так, братцы, жилет. Это еще не все. А в этом кармане у нас рука. Механическая рука. Здесь еще лежит какая-то запчастюшечка. Стопорная кнопка стопорится. Так, а этот винт отвечает у нас... Ага, вот так еще можно. Ого, какое огромное отверстие. Здесь можно аппараты на любой вкус и цвет. Здесь еще вкладыши, если нам совсем узенькие надо вставлять. И это, наверное, для того, чтобы, если нам не понравится ручка у стабилизатора, можно переходничок зажать. Здесь одна четверть, а здесь, соответственно, 3,8 дюйма. Ну, любой вкус. Вот здесь у меня стоит уйма разных стабилизаторов. Например, возьмем Ronin-S или Ronin, как вы выражаетесь. Попробуем его воткнуть. Входит и выходит, как горшочек с медом. Располагаем его поровней. Та-да-да-да! Первый раз сумею ли я сделать это без посторонней помощи? Вот сколько шлейк тут. Опа! Ну, ребята, как сюда нырнуть-то? На все случаи жизни застежки. Так, раз. Легким движением руки превращаются брюки в красивые элегантные шорты. Оп! Ага, щелк. Пиздема худой китайцы. Ого! Слушай, тут на какого-то монстра прям. Нет, это не самое короткое. Мне вот как-то так, да? Вот как-то так. Попробуем-ка мы теперь подставить сюда стабилизатор. Вот такой вот с резиновой ручкой. Это самый стабилизированный стабилизатор. Аксон. Сделать, прикрутить в том месте, где мы за ручку держим, да? Под разными углами можно ее оставить. Вот, но мы... Давайте-ка вертикально. Я вертикально знаю, что вертикально самое стабильное бывает положение всегда. То повесим камеру. Это у нас GH5S. Ничего себе, ребят. Ну, вообще фантастика. Эту штуку... Вот так, например. Смотрите, определенно что-то есть. Регулирую эту механическую пружинную руку. Так, чтобы ручка стабилизатора вот так была вертикально. А сами эти пружинные руки были параллельны к горизонту. Для того, чтобы вот этот вот максимально плавный ход был обеспечен вот относительно линии горизонта. Когда закручиваете, следите за тем, чтобы плотно затянуть. Одна рука у меня здесь контролирует вот эту саму руку, а вторая рука здесь контролирует поворот стабилизатора. Качественная вещь. И она в целом качественнее, чем большие дорогие устройства. Потому что большие устройства предназначены для тяжелых камер, и там очень большой момент инерции. И там могут быть где-то трения какие-то в подшипничках. А здесь все должно быть без малейших зазоров. И таковых здесь действительно не имеется. Да, ребята, вот сейчас стабилизатор включен, камеры включены. И пытаемся пройтись по нашему испытательному коридору. Сейчас я разворачиваю стабилизатор в ту сторону. И идем семимильными шагами в светлое стабилизированное будущее. Это тест. Похоже, вертикальная болтанка действительно снижается, но только вертикальная. Вот здесь я пошел неаккуратно, и мы видим нехарактерные угловые колебания. Помните, как я шел? В развалочку. А в развалочку это значит еще и угловые, и горизонтальные вот такие вот отклонения. То есть вот этот вот рычаг вынужден был вот так вот работать. Я его вынужден был своими пальцами вот так вот поправлять. Сколько здесь подвижных сочленений. Они, безусловно, необходимы, но при наших размашистых, неаккуратных движениях они с нами играют злую шутку. Мы начинаем резко прикладывать усилия, чтобы поправить стабилизатор. Поэтому с жилетом надо ходить ровно так же, как и без жилета. Аккуратно и не раскачиваясь. Чем камера легче, тем, так сказать, все хуже. Если бы у нас с вами стояла большая, профессиональная, тяжелая камера с многокилограммовым обвесом, то этих вещей мы бы просто не заметили. Сейчас я без жилета, как вы видите, только со стабилизатором. Иду я здесь не совсем аккуратно, не на полусогнутых, хотя стабилизатор держу у туловища в вертикальном положении, что обеспечивает приличную стабильность. Вот видим небольшую вертикальную качку. Ну а теперь сравним с левой стороны. Без жилета, только руками. Держу стабилизатор, а с правой стороны стабилизатор находится на жилете с пружинной рукой. Ну, видно, видно немножечко, что вертикальные колебания с правой стороны меньше, то есть жилет их действительно гасит, но, в общем-то, не так значительно. Друзья, из этого опыта мы увидели, что ходьба на полусогнутых очень здорово нивелирует вертикальные перемещения, и мы практически не видим никакой разницы между ходьбой с жилетом и вот такой ходьбой на полусогнутых. Как мне кажется, в первую очередь этот аппарат предназначен не для усиления нашей способности стабилизировать, поскольку у нас тело работает достаточно хорошо, а для долгой профессиональной работы. То есть, я думаю, смену в 10 часов с этой поддержкой стабилизатора провести вполне реально и при этом не упасть. Переставлять вот благодаря зубчатому такому соединению в любое тебе требуемое положение, но я не понимаю, зачем вот в таком косом положении, конечно, снимать, но если надо, то, в принципе, можно и так, и дальше это такая зубчатка стоит. Зубчатка стоит. Или вот так вот, допустим, да? Можно. С нижней точки можно тоже поставить и работать. Нет там никаких люфтов и трений. Лично мне захотелось поснимать даже таймлапсы, которые я никогда не хотел снимать, потому что, ну, с таким агрегатом пройти по городу, ну, одно удовольствие и никакого напряжения на спине. Друзья, я настроил жилет таким образом, чтобы вот эти колена, руки эти, так называемые, двойные, пружинные, да, были параллельно земле. Именно тогда достигается максимальная такая, так сказать, стабилизация. Давайте попробуем сейчас. Можем ли мы облегчить ребятам, которые снимают таймлапсы, их задачу. Для начала прохожу на выдержке 1,15 секунды. Получаю вот такие довольно четкие фото с немного размытым передним планом. Теперь сложим их покадрово и получаем, ну, в принципе, неплохо. Я сейчас хочу пройти, поставить длинную-длинную выдержку. 1,4 хотя бы секунды поставим, вот на 4. Шаттер поставим. Чтобы у нас так вот размывалось всякое движение и поставлю автоматическую съемку фото в одну секунду. И вот попробуем использовать этот стабилизатор, вместо того, чтобы передвигать штатив. Вот такие у нас получаются фотки на Panasonic GH5S, линзы 12-35 и программная стабилизация отсутствует. То есть просто в Final Cutе собрано покадрово. Смотрим, что получилось. Делаем еще один дубль с теми же настройками. Никакой программной стабилизации я здесь не применяю. Просто складываю покадрово эти фотографии в программе Final Cut. Думается, если сделать такие кадры ночью, то размытые фонари будут выглядеть очень и очень неплохо. Но если у вас есть такое желание, я с удовольствием дам вам этот аппарат попробовать. Ну вот, от прямой приходится отклоняться, а это ничего хорошего. Теперь пробуем снять те же самые гиперлапсы, но только с нижней точки. Опустим теперь еще и на жилете. Ну и сделаем проход. Опять складываю только покадрово, чтобы вы могли посмотреть, как работает жилет на гиперлапсах. Друзья, на этом разрешите с вами проститься и пожелать вам самого доброго, большой-большой радости и удовольствия от процесса. А мы продолжаем нашу политику антикризисных цен, делая их такими же или даже дешевле, чем на Али. Вот на эти штуки они у нас дешевле, чем на Али. Если вам надо, звоните, пишите, заходите на наш сайт, приобретайте, консультируйтесь. Да вообще, будем рады помочь вам и словом, и делом, и советом, и техникой. Успеха! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!